История набережных Челнов начинается с далёкого 1626 года, когда крестьяне из дворцового села Елабуги под предводительством Фёдора Попова, переправившись через Каму, основали на противоположном берегу поселение и назвали его Челнинским починком. На протяжении следующих двух десятилетий в окрестностях Челнинского починка появились новые поселения, в общей сложности 10 деревень и починка, в которых насчитывалось около 700 жителей. После сооружения Нижнекамской ГЭС уровень воды в Верхнем Бьефе поднимется на 15 метров. Водохранилище займёт площадь в 2400 квадратных километров. В настоящее время набережные Челны – второй по численности населения города Татарстана. Привычный облик автоград начал формировать в 1930 году, когда ему был присвоен статус города. Жителей тогда насчитывалось около 9 тысяч человек. Приезжали и приезжают сюда на берега Камы тысячи и тысячи людей. Русские и татары, украинцы и узбеки, одиночки и целые семьи, молодые и не очень. Едут строить завод-гигант, красавец-город, новую жизнь. В День города во всех районах Челнов прошли праздничные мероприятия с участием творческих коллективов, провели мастер-классы и конкурсы. Желаем всем здоровья, счастья, чтобы все мечты спылись у всех. Здоровья, здоровья и здоровья. За что вы любите наш город? Красивый. Красивый, чистый, прекрасный. Не променяю никакой город на этот город. За что любите наш город? За то, что он молодой и за то, что он нас любит. За то, что мы его еще и строили. Конечно, как не любить свое дитя? Что добавить можно? Чистый и культурный. Набережные Челны сегодня – это современный многонациональный город с развитой инфраструктурой. Около сотни различных народов проживают на достаточно скромной территории. И культура каждого оказывает влияние на окружающих. При этом всех объединяет одно – как поется в гимне Автограда «Город, который построили мы – наши Челны». Руслан Бекмухамедов, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Руслан Бекмухамедов, Кирилл Хабзей. Субтитры создавал DimaTorzok